Наступает пора ЕГЭ, о том, как сдать его, в конце концов, нам расскажут сегодняшние гости. Рада представить вам Надежду Герасимовну Попову, директора Центра мониторинга образования Министерства образования Республики Саха-Якутия, Юлию Решетникову, специалиста, стабальница по русскому языку, и Лену Романову, студентку из ФИР СФУ, стабальницу по русскому языку, также. Доброе утро. Доброе утро. Надежда Герасимовна, несколько слов о ЕГЭ этого года. Осталось совершенно немножко времени до первого экзамена. 29 мая наши участники единого государственного экзамена сдают первый экзамен. Таких существенных изменений в 2017 году не предполагается, кроме тех, которые были уже запланированы. То есть в этом году исчезнут задания с выбором ответа по таким предметам, как химия, биология и физика. Продолжительность экзамена по биологии увеличится на 30 минут, то есть вместо 30, вернее, вместо 3 часов они будут писать экзамен по биологии 3 часа 30 минут. И в этом году выпускники прошлых лет будут сдавать иначе, то есть они сдают в досрочный период, в основной период в дополнительные сроки и в сентябрьские. То есть если выпускники этого года начинают сдавать экзамен с 29 мая, то выпускники прошлого года начнут сдавать с 20 июня по 1 июля. Что разрешается брать с собой на экзамен? Ну, на экзамен участникам нужно принести гелевую ручку черного света, паспорт, и можно на некоторые предметы принести разрешенные инструменты, скажем, да. Например, на математику участник может принести линейку, на физику линейку непрограммированный калькулятор, на химию непрограммированный калькулятор, а на географию допускается, чтобы участник принес и линейку, и транспортир, и непрограммированный калькулятор. Юлия, нам известно, что республика присоединилась к акции «100 баллов для победы». Что это за акция? Скажите нам подробнее. 3 апреля на открытии конкурса «Учитель кода» мы дали старт эстафеты добра в рамках всероссийской акции «100 баллов для победы». И в рамках этой акции мы посетили горные, хангаласские и намские районы, где встречались с выпускниками. Цель акции заключается в том, чтобы дать понять выпускнику, что их геи – это не страшно, чтобы их мотивировать, настроить на успех, и тем самым показать, что каждый может сдать его. Цель акции заключается в том, что стабальники встречаются с выпускниками и делятся своим опытом, своими секретами подготовки. Например, кто-то рассказывает о том, как он делает конспекты, тезисы, планы. И встреча у нас проходит в форме общения, где выпускники задают свои вопросы в такой неформальной форме, чтобы успокоить их перед экзаменами. И когда ребята видят перед собой настоящего живого стабальника, им уже не кажется, что геи – это нереально, что невозможно сдать. Вот мы как раз перед собой сейчас видим живого стабальника. Да, нас дует. Лен, сложно было вообще заработать 100 баллов? Лена сдала у нас геи на 100 баллов. Неожиданно было это? Ну, вообще было сложно, конечно, но я считаю, что это всё-таки систематическая подготовка. То есть, ну, начиная с пятого класса, ученик начинает готовиться уже к экзаменам. И, возможно, в 11 классе ему уже не нужен будет репетитор, потому что у него будут уже систематические знания, которые у него имеются. Но для меня это было достаточно неожиданно. И, ну, я думала, я получу высокие баллы, но увидеть число 100 было, правда, неожиданно. Спасибо, уважаемые гости, что пришли к нам этим утром. Я думаю, мы продолжим эту тему обязательно. Спасибо за просмотр!